Глава округа Ради Хабиров провёл встречу с жителями военного городка Павшина. Этот микрорайон накопил немало проблем. Одна из самых серьёзных – устаревшие котельные и ветхие сети. Трудное начало отопительного сезона в городке в этом году показало, что затягивать с решением вопроса уже нельзя. «Когда мы начали подавать тепло, сети просто начали трещать по швам. Министерство обороны никак на эту ситуацию не реагировало, и мы были вынуждены несколько участков перекладывать, переваривать собственными силами. Что касается котельной, конечно, они её в собственность городского округа не передадут, потому что она находится на территории воинской части. Ну а те сети, которые также в запущенном состоянии на сегодняшний день, наверное, по сетям мы будем готовить документ. Я разговаривал и с нашим комитетом по управлению муниципальным имуществом. Будем обращаться в Министерство обороны». На встрече были предложены несколько решений. Концессионное соглашение с Минобороны о совместном использовании котельной. Тогда местные власти смогут вкладывать деньги или же долгосрочная перспектива строительства новой энергоустановки за муниципальный счёт. Но сети всё же должны быть переданы в ведение администрации. Тем более аварии на них в подавляющем большинстве случаев устраняет Красногорская теплосеть. «Предложите и проработайте к нашей следующей встрече альтернативные варианты, продуманные как. И к следующей встрече давайте мы нашу котельную тогда сразу пригласим, соответственно, потому что, может быть, и к ним будет. Потому что они, в общем-то, их руками мы всё там и будем аварии ликвидировать». Открытым остаётся и земельный вопрос в военном городке Павшино. В 2006 году были переданы в собственность муниципального образования здания, но не участки под домами и детским садом. «У нас сейчас работает пункт 4 статьи 35 земельного кодекса, который говорит о том, что отчуждение здания, строения опять и сооружения без земельного участка невозможно. Таким образом получается, что Министерство обороны неправомерно не передаёт в собственность муниципального образования данную территорию». «Мы имеем право на земельный участок, который расположен непосредственно под строениями и сооружениями. То есть это непосредственно под домами. А прилегающая территория, как с ней быть? Здесь тогда надо писать запрос. Я с Андреем Николаевичем могу это отработать. Там хорошо взаимодействуют с Минобороном». В ходе обсуждения был поднят вопрос о затянувшемся строительстве бассейна на участке 85 соток близ набережной. Будет найден инвестор или же муниципалитет построит это спортивное учреждение, но проект глава обещал подготовить в 2019 году, а в 2020 приступить к реализации. Пока же на данной территории сделают муниципальную стоянку. Не за горами и запуск обновлённого стадиона машиностроитель в пешей доступности от военного городка. «План у нас следующий. Соответственно, зимой начать земляные работы, готовить всё и под фундамент, и под механизм обогревания поля. План я поставил своим коллегам-строителям, чтобы мы весной этот объект сдали. Поэтому единственное, в чём я неуверенно говорю, что я сдам его условно 1 сентября и так далее. Но в 2018 году мы этот объект сдадим». Говорили на встрече о пробках на въезде в городок, контейнерных площадках и спили сухостоя. Главу поблагодарили за шикарное благоустройство на Ивановских прудах и попросили об аналогичном на территории военного городка Павшино, в частности, на набережной Москвы-реки. Отдельно жители попросили обратить внимание на мемориал, расположенный в микрорайоне. Он находится в плохом состоянии и стал объектом притяжения вандалов. Городской службе поручено привести его в порядок. «По поводу видеонаблюдения сквера, я где-то в течение 10 дней мы видеонаблюдение туда поставим. Это очень простая задача. Мы туда камеру поставим. И эту камеру мы на наш ЕДДС подключим, и у нас будет понимание». Ради Хабиров представил руководителя рабочей группы по решению проблем военного городка Елену Губченко. Начальник управления будет лично курировать ситуацию и находиться на связи с жителями. Контактами обменялись.